Итак, мы добыли из-за кромов наших немецких друзей еще один оружейный раритет. Достаточно известный это пистолет-кулемет Томпсона, Томми Ган. Чакагская пешмашинка, оружие американских гангстеров, пограничников НКВД, пограничные службы АГПУ, китайских бойцов против японцев и многих-многих других по всему миру. Один из первых серийных и удачных пистолетов-пулеметов. На самом деле название пистолет-пулемет Томпсона не совсем справедливо, хотя можно сказать, что без генерала Томпсона этого оружия не было. Генерал Томпсон был офицером американского департамента вооружений, отвечал за создание, в том числе, иного оружия. Он по роду своей деятельности был прекрасно осведомлен о происходившем в Европе на фронтах Первой мировой. Знал, что поискам бы не помешало нечто компактное, скорострельное, с помощью чего можно было бы зачищать окопы от гунов. Тем не менее самостоятельной разработкой у него заниматься возможности не было. В отличие от того же Браунинга, он не был известным конструктором, не имел для этого возможности, но зато имел многих друзей. Среди прочего его родственником был американский магнат ирландского происхождения Райан. Именно Райан дал генералу Томпсону деньги на создание собственной фирмы. Для работы в ней он привлек двух своих бывших сотрудников конструкторского отдела. Третьим, как ни странно, стал шофер самого Томпсона, который тоже что-то умел в конструировании оружия. Именно эти трое молодых людей создали конструкцию, которая нам известна как пистолет-пулемет Томпсона. Первоначально предполагалось, что ее вообще назовут именем Райана, который дал деньги на создание фирмы, предлагал Томпсон. Но Райан как-то не странно оказался человеком скромным и сказал, «Нет, нет, нет, господин генерал, вы создали этот пистолет-пулемет, вам и называть его своим именем». На самом деле мотивы Райана в этой истории очень интересный момент. Райан, как я уже сказал, был ирландцем, католиком, очень сильно любил свою родину. В частности, жертвовал достаточно большие суммы ирландской республиканской армии. И как-то так исторически сложилось, что ирландская республиканская армия стала, если не первым, то одним из первых вооруженных формирований, получившим на своем вооружении аннигилятора ниже пистолета-пулемета Томпсона. Точно неизвестно, сколько они успели получить. Одну из первых крупных партий, будущее тогда еще не ФБР даже, а просто контора под руководством Гувера задержала на год в Нью-Йоркской порту. Потом пришлось отпустить Гросс, после проверки всех документов, как возник был совершенно легальным, туда везут новейшее оружие в Ирландию. Что такого в 20-х годах, 20-х века это еще не считало чем-то совершенно предусладительным. Чем не менее факт, что некоторые Томпсоны в Ирландию к этому времени уже попали, и даже были применены в войне за независимость. Более того, они встречались там достаточно поздно, даже в 70-е годы. Английская полиция изымала у ирландских повстанцев Томпсон еще тех старых поставок. Субтитры создавал DimaTorzok Что еще можно добавить к этому ирландскому моменту в истории Томпсона? Когда Томпсона, точнее Райана, поскольку ему принадлежала большая часть фирмы Раута Орданса, которая занималась производством, Кольт предложил миллион тогдашних долларов за право на Томпсон, поскольку Кольт имел хорошие связи с армией, не без оснований надеялся, что он сможет продавить в Роу принятие Томпсона на вооружение, Райан почему-то отказал. Видимо, ему очень хотелось распоряжаться производством и распределением Томпсона самостоятельно. Сложно сказать, в результате интриг Кольта или еще по какой-то причине, на вооружение армии США Томпсон попал далеко не сразу. Казался и тот факт, что на Первую мировую он опоздал, а после Первой мировой, и особенно во время Великой депрессии, американская армия не могла похвастаться совсем уже ударным финансированием. Кроме того, боевые возможности именно пистолетов, пулеметов далеко не всеми оценивались высоко. Более прогрессивной в этом смысле оказалась морская пехота, закупившая некоторое количество Томпсонов с успехом испытывавшей в боевых условиях как в Латинской Америке, так и в других куколках земного шара. Но, тем не менее, первоначально армия особого интереса к Томпсонам не высказала. Хотя вот эта очень известная деталь, так называемый компенсатор Катса, это именно плод армейского, точнее, военно-морского сотрудничества. Дело в том, что в 20-х годах он проводил очень большое исследование по воздействию различных образцов компенсаторов и глушителей. И та деталь, которая появилась на Томпсоне, это действительно результат исследования очень серьезно улучшившего характеристики оружия. Томпсон стал одним из символов ревущих 20-х. Во время Великой депрессии американские гангстеры, точнее, торговцы спиртным, были одними из тех немногих, кто мог выложить несколько сотен долларов, огромную, по тем временам, сумму, треть цены нового автомобиля за оружие, даже такое эффективное, как пистолет-пулемет. Одно из самых громких применений тогдашних, то громких волосевых смыслов, был так называемый расстрел в Чикаго. Можно посмотреть на его, так сказать, художественное отображение, например, в фильме «Джазы в джазе только девушки», который начинается именно с того, что одна бомбина гангстеров расстреливает другой именно из чикагских машин, пистолетов, пулеметов Томпсона. Следом за гангстерами Томпсона попадают на вооружение и ФБР, и полиции, но большого распространения они не получали, как сказать, оружие было достаточно дорогое, сложное. Кроме того, у некоторых всё-таки имелись сомнения в его эффективности. Тут, опять же, можно вспомнить недавний фильм про охоту на Бонни и Клайда, где охотящиеся за ними полицейские расстреливают форт, такой же, на котором скрывались преступники из Томми и Гана, и потом смотрят на дверь, которую не пробили пули 45-го калибра. Сейчас это покажется странным, но в те времена штамповка была далеко не та, что сейчас двери автомобиля делались не из жести, который можно портнуть пальцем, а из очень солидных металлических листов, поэтому для свинцовых пульс небольшой начальной скоростью они представляли достаточно солидные препятствия. Настоящим звёздным часом Томпсона, если она стала Вторая мировая, правда, тут же выяснено, что конструкция, созданная в 20-е годы 20-го века, не очень хорошо подходит для крупносерийного производства, несмотря на все попытки упростить конструкцию Томпсона, введение прямо магазина, упрощение оребрения ствола, уборку передней рукоятки, которая была на пистолетах-пулемётах старого образца и другие усовершенствования, Томпсон всё-таки оставался слишком сложным и дорогим, поэтому в производстве его сначала дополнило, потом заменил гораздо более технологичный, современный М3 Грисган, но, тем не менее, именно Томпсон, несмотря на свой большой достаточно для пистолета-пулемётобес, актовались любимым оружием как многих американских военных, так и английских десантников, особенно их любили парашютисты и командос. Также считается, что именно Томпсон был любимым оружием Инстона Черчилля, есть фотографии, где он держит Томмиган наперевес. Ухажали эту машинку и в СССР, Томпсоны туда первый раз попали ещё в 20-х годах, когда через Мексику по тайным Коминтерновским каналам закупили для ГПУ партию пистолетов-пулемётов, которые тогда называли в документах пулемётами, они поступили на вооружение пограничных частей ГПУ, потом попали на склад, в начале Великой Отечественной снова пошли на фронт. В недавнем фильме про подольских курсантов, в частности, именно таким, воюет командир Девесарнов Старчак. Ну а основная масса Томпсонов уже военного выпуска попадала в СССР по Ленд-Лизу, вместе с бронетехникой, их поступило довольно много, и кое-где они до сих пор встречаются на складах. Правда, стоит отметить, что именно с Ленд-Лизовскими Томпсонами уже связано несколько мифов, в частности, о слабой пробивной силе пуле Томпсона, которая якобы не пробивала ватник. Миф этот многократно уже разоблачался, хотя надо отметить, что какие-то основания у него могут быть, но это не связано никак с конструкцией пистолета-пулемёта. Дело в том, что самые первые патроны 45-го калибра, которые прибыли в СССР, это была сборная столянка разных патронов, произведенных коммерческими фирмами разных годов выпуска. Просто у американцев самих на складах не было такого количества патронов 45-го калибра, чтобы обеспечить все нужды, и поэтому подменились с веником с пола то, что было. А в дальнейшем с патронами военного выпуска проблем не было, то есть все испытания, проводимые на стрелковом полигоне различных партий, показали, что они все отличного качества. Ну, естественно, миф о том, что пуля Томпсона не будет пробивать ватник, он не имеет под собой никаких оснований, когда на том же стрелковом полигоне отстреливали Томпсона и любое другое линдизовское и трофейные наши, собственно, опытные образцы, они прекрасно пробивали не один слой с основок досок, а это, как вы сами понимаете, намного крепче ватника. Что еще можно сказать, опять же, почему советские бойцы могли жаловаться на Томпсон, надо учитывать, что у нас привыкли к патрону 7,62х25ТТ, он же бывший маузер, с достаточно настильной траекторией, высокой начальной скоростью пули, 45-й калибр летит немного иначе, поэтому неудивительно, что если человек привык к чему-то вроде ППШ, он мог по привычке, даже не пользуясь прицельными приспособлениями, целится примерно так, как он привык к советским пистолетам и пулеметам, естественно, пуля Томпсона гораздо более крутой траектории просто не долетала до цели, а человек показал, что вот я стреляю, стреляю, а немец не падает, наверное, его пули не пробивают. Достаточно распространенное явление, касалось это не только Томпсона в СССР, такие легенды ходили и про М1, М2 Карабайн в Корее, и много где еще, то есть ошибки стрелка, которых человеку трудно признаться самому себе. Вины Томпсона в этом нет, как я сказал, он в жизни был для своего времени отличным оружием, отлично показавшим себя его Вторую мировую, как в джунглях на островах Тихого океана, так и на Европейском театре военных действий, и от тех, кто умел им пользоваться, особых жалоб не поступало, наоборот, они часто предпочитали именно Томпсоны, а другим, даже более поздним образцам. Ну, а в остальном, действительно, один из первых и очень удачных образцов, иначе бы ему не была суждена такая долгая и плодотворная, можно сказать, жизнь. Даже 20 лет активной службы для огнестрельного оружия, такого класса достаточно много. И, конечно, очень хорошо бы иметь такой экземпляр в коллекции, но пока что мы его можем только показать. Спасибо, что были с нами. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин